господа дамы всех приветствую с вами фарк это незапланированное видео по лари крофт вот я только что закончил кампанию и прохожу задание где нам нужно узнать что же случилось нашими союзными союзниками и ашили этого те самые демоны с которыми лара сражалась во всяких гробницах и я не помогли в конце финальной битвы так вот как они сюда попали и у здесь проблему проблем что будем вырезать по одному может конечно устроить массовую бойню но нет а вы все трое друг друга видеть это плохо да и ашили здесь были вот солдаты говорят что осталось от триндти их уже покромсали наши союзники кармашек пора уж убрать их нет можно без слова выскочить всех завалить из автомата благо патрон есть хочется сделать все красиво без шума и пыли вот и так бы и бегали кричали стреляли матерились у них любимая фразочка у нас потери ребята и те погибли в поисках разгадки вот эти двое друг другу это постоянно страховка точнее даже трое они замечают что их становится меньше и меньше это классика может сделать весело и сейчас они друг друга перестреляют точнее вот этот товарищ перестреляют после чего он сдохнет и мне остались только двое все мишин комплит вот ну что мне нравится в этой части ларкрафт так это все-таки визуальный стиль график я наделал кучу скриншотиков и на хорошей видеокарте смотрится все просто великолепно бывают иногда конечно странные просадки в плане графики но не знаю мне кажется игра тупо иногда не справляется так иногда в ту сторону все забрали все что что мне нравится что а торговик нужен кашвар здесь кровь ба бэк бежим ё-моё вы что БТР мы что еще притащите, хотя БТР они уже притаскивают. Получилось. Отвечемся. Ну да, баги, баги, баги. Есть еще кто? Мама. Кто? Откуда? Где? Если он меня заметит, все ответы. Где заметил? А давайте попробуем так... Так, там еще троповик. Никого не видит! Хоровый сектор обстрела! Изменять позицию! Изменять позицию! Качался справа. Спаси. Не убивал. Да, если бы играл на максимальной сложности, я бы был уже... Я не убивал. Все, я ее потерял. Да, понял. Сейчас будет фатальти сверху, судя по всему, да? Найди ее! Так надо было добить. Хорошо. Это последний. Ну, вот, вроде военизированная группировка, все такие крутые себя, их сделала девчонка. Ну, такое себе. Такое. Такое. Если кто-то выжил, он должен потом свершить сипоку. Я мое. А, то есть впереди будут такие ловушки, судя по всему. Итоги. Ух. Обычное прохождение гробниц, если что-нибудь подобное, я записываю без голоса, но... оставишь два комментария по поводу того что почему без голоса поэтому следую вашим пожеланиям господа вот я всегда стараюсь проецировать происходящее на реальную жизнь если честно какая должна быть физическая подготовка к того что будет совершать такие прыжки так передвигаться уверенно не знаю не знаю таких людей даже просто не принести мне кажется так не могут опять же эту кировую условность так новый документ это записи который миссионер сделал в пойти те вместе у покоение серебряного ларца в них описывается сеть подземных тоннелей которые тянутся сюда от самого пойти те на основе своих находок лопес рассчитал наземный маршрут вот почему он завершил свое путешествие у миссии святого иоанна он рыл катакомбы не только для того чтобы спрятать ларец он искал эти пещеры ну лопес это фанатик который воссоздал путь христа из мумий тот еще человек и у нас гробница гробница где я скорее всего множество раздохнул ник ни одну гробницы еще с первого раза не прошел чтобы не померить и это средний уровень сложности высокий на высоком пытаясь конечно игру пройти на что-то не подсказывает что не сильно не смогу потому что сохранение там только на кострах и во многих местах там просто до костра топать как до китая пешком из якобы вот видно что игра не справляется прорисовка идет по мере загрузки сразу же все и вот посмотрите на это это прекрасно так но мне здесь нужно пройти давай ларка я верю в тебя можно либо так либо так по скалам давайте попробуем так она возвещает что этот храм построен в честь ишкик матери близнецов героев создательницы серебряного ларца ишчель и ключа чакчель прародительницы их защитников и ашиль те кто верно служил ишкик будут вознаграждены за доблесть и смогут вернуться к матери вот чем мне еще нравится эта игра так ты что же был подождите ты должен был она в чем дело почему ясно значит нам надо будет вернуться здесь очень много список правдоподобных в плане историографии и многие события прописаны ну заговорился вот про это я собственно говоря и говорил ни одну грубницу еще не прошел не померев так вот так вот после загрузки игра вылетела поэтому пришлось перезаходить чем я становился тогда игре очень много список и это на самом деле исторический факт тоже самое казнь императора инков все на самом деле так и было испанцы показали ему точнее хотели вы казните он забрал для них огромную груду золото они посчитали что он придаст их снова точнее его соратники попытаются его освободить и поэтому казнили он принял христианство и вздушили дитевой от лука какая древность гораздо старше чем все остальное я туда не пойду я туда не пойду эти символы где-то должна быть подсказка какой из них правильный то есть надо судя по всему пройти все комнаты все комнаты беги потолок опускается надо уходить какая-то умная ой опять я уверен что тут есть подсказка а вот можем соответственно нажать на пластинку точнее зажать как что и 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 в и и и запомнить а все по потолку же не пускается то есть комнату мы прошли хорошо пробуем вот то есть видите стоит видимо из трех символов и нам нужно узнать какой из них вот либо этот либо этот тут уж а вон еще вижу не от и здесь несколько все понял здесь мы прошли оттуда мы вышли соответственно в следующий мне очень нравится картинка обалделе сейчас узнать что же так соответственно пробовать И здесь очень красивые наряды у неё, вот синяя туника, которую ей выдали для прохождения. Пойдите за телевизором, а нам просто любая современная девушка могла бы в нём спокойно в таком платье гулять, ходить на ход, потому что платье очень красиво. Так. Назовём это буровьедом. Ну, то есть четыре лапы вон. Хобот. Ну, похоже на буровьед. Так. И у нас осталось в последней комнате, я так понимаю, да? Так. Вот похожий символ. Вот похожий символ. Ну, надеюсь, что угадаемся в первый раз. Я не достану. Пока. Так. Направо. Ага. Так. Нам нужно одну сторону. Куда забраться? Это очень хороший вопрос. Это выход. Я пока не могу сообразить. Поверху что ли? Видимо, поверх. Можешь там. Погода не может. Ты не смеешь. Ум. 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 Умничка, Ларочка. Красавица и комсомолка. Блин. Тихо. Всё. А, ну щенка. Понятно, что большая часть механик — это некривые условности, но на самом деле в реале жизни будет такое. Надо будет загуглить, может ли кто подобное совершить. Это морской конёк. Так, у нас конёк, муравьед и... А, так их видно отсюда. Конёк, муравьед и кто? И... Групповуха какая-то. Нет. Нет. Не то. Ближе похоже на правду, кстати. Ну, теперь смотрим. А, нет. Ну, вот здесь одного символа не хватает. Ну, вот здесь одного символа не хватает. Ну, я так понимаю, если я этот неправильный символ открою, точнее неправильно поставлю, меня скинет. Ладно, давайте посмотрим, где... Есть. Что-то похоже... Нет, 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 нет. Давайте этот. Нет. 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 Ну, вот этот с дырочками. Символ. Ну, ладно, пробуем этот символ, потому что здесь есть все три. Да. Меня смутили дырочки. Дорога ведет далеко вглубь храма. Значит, и мне туда. Пойду с этой стороны пока что. Мне все-таки это очень красиво. Мне очень нравится. Невероятно. Это Ишкик, кровавое дело. Она сотворила серебряный ларец и Яшиль. Статуя не собрана. Надо придумать, как поменять местами ее части. Угу. Ну, то есть голову поднять наверх, руки сюда. Снагадуть. Тоже управляет передней частью статуи. Опять. Два новых пути. Проверим оба. То есть в каждом пути, видимо, надо будет что-то сделать. в этот раз и меня не дались так дальше сюда статуи нужно правильно пересобрать что за это что за честь тела кто скажет На верхнюю, наверное, нужно. Так, пробуем поднять наверх только. А, это нога. Это нога. И куда тебе тщать? А вообще, как это смотрится со стороны? Ну да, судя по всему, сюда ногу. Только она наверх пойдет. Ладно, давайте попробуем с той стороны. Потому что там-то побольше будет. Почему только руки с двух сторон? Вот это непонятно. Что же управляет передней частью статуи? А, здесь потолок-то со всех с... Мама! Нет, нет, нет. В этот раз я не помер. Это уже хорошо. А, вот еще. Рука, рука. Ну, две руки. Почему так-то? А, я понял. Кажется, я понял. Вот сюда должна приехать рука. Все. Я понял. Так, пробитый. Вот. Вот это. Вот этот рычаг он управляет. Поэтому что нам нужно сделать? И, соответственно, мы на середину. Ну, это руки же. А вот это? На середину, получается, вот эти две руки-то и увидим. Миниатюрный вариант статуи. Видимо, как образец. Ну да. А, ну все правильно. Вот у нее этот обрубок, вот правая нога. И, соответственно, мы в ту сторону. Ну, сейчас просто вниз опускаем. Понял. Принял. Хорошо. Левая сторона собрана. Так, одну сторону я, получается, собрал. И мне осталось на той стороне руку. Опустите все. Это прекрасно. Так. 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 А то переключиться наверх. А то и все, можно двигать. И здесь у нас тотемчик. Логическое прикосновение. Ага. Но тоже неплохо. Для новой игры плюс пригодится. Блин, ну очень просто круто, очень красиво мне нравится. Сразу видна работа DirectX последнего. И вот этот близк на полу, это вот он. Какие-то врата? Доспехи Яошиль. Видно, они им стали не нужны. Но куда? Получилось, все хорошо. Слушайте все, за Яошиль не волнуйтесь, они вернулись на небеса. Вернулись на небеса. Так это называется. Когда богиня Ишкик создала серебряный ларец и ключ, она заодно создала Яошиль, чтобы те служили им стражами. Теперь их долг исполнен, поэтому они смогли вернуться домой. Яошиль служили с честью. Их награда воссоединение с матерью. Лара, там есть арка из серебра? Да. Судя по фреске, это проход на другой план бытия. И теперь он закрыт навеки. Точно как в видении Марианы. Все встало на свои места. Отлично. Я возвращаюсь. Лара, прощай. Лара, вот и ты. Спасибо. Долг перед Яошиль выполнен. Что дальше? Секта разгромлена. Пойдите больше. Не нуждается в покровительнице. Военным советником Эдсли станет учу. А я отправлюсь во внешний мир и буду служить этим землям, как служили мои небесные сестры в течение столетий. Нам с тобой повезло. Яошиль вернулись домой. Значит, теперь все хорошо, да? Все отлично. Ну а ты, Лара, у тебя есть планы на будущее? Ну, я думал, что они нашли какое-то убежище, а это, оказывается, вообще выходцы из другого мира. Ну, потому что, мне кажется, это были просто люди одичавшие. Вот. Но нет, оказывается, их призвали из другого мира. Странненько. Очень странненько. Ну, судя по всему, квест закончен. Все хорошо. Все довольны, все счастливы. Наши бывшие враги обрели покой. Наши настоящие враги перебиты. Все прекрасно. Вот. Ну, что же будет дальше? Надо посмотреть. Вдруг квест продолжится? Нет, не продолжится. Ну, что, дамы-господа? Да. Карту проверим. Да, квестов больше нет. Квестов больше нет. То есть, видите, мне осталось собрать все вот эти значки. И все. Компания завершена. Можно будет проходить на харде. В общем, всем спасибо. Серебряный удар, лунный луч. Хм. О! И новый костюмчик. Давайте я его покажу все-таки. И... На этом и закончим. Вот. Хочу показать два костюма. Вот костюм, который мне прям понравился и понравился. Во-первых... Вот это платье. Здесь замечательная кнопка «Вращать Лару». Так, это вот это платье. Ну, очень красивая. И... Где новая? Где новая, новая, новая? Это, судя по всему, да? Вроде оно, да. Слушайте, тоже неплохое. На харде, опять же, пригодится. Или вот это. Ну, тут... Брюликов очень много. В спортивках. В общем, всем спасибо. Всем... Хорошего вечера. И всем пока-пока. Увидимся в следующий раз. Та-пока. Слово. Слово. ПО ТА-пока. Продолжение следует...